Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в Черепашки и Ниндзя Легенды. Окончание турнира, турнир закончился, и забираем свой приз. Так, Лига Мастеров, ребята, одна звезда, до второй звездочки я не дотянул, мне не хватило, ребят, честно говоря, персонажей, и даже не хватило мне денег на мои откаты, ребята. Я все потратил, но, к сожалению, не получилось. Так, ну что ж, давайте смотреть, что нам здесь достанется. 8400 сюриков, так, 40 ДНК на Леонардо Космос, 90 золотых осколков и 55 платинок. Я считаю, что это вообще шикарно. Так, забегаем быстренько с вами в магазин, забираем бесплатно колоду, посмотрим, что нам здесь выпадет. Ага, к север Монтес, я уже понял, это неплохо. Давайте зайдем в задание, заберем свой реворд и начнем, пожалуй, испытания, да? Одну серию испытаний сейчас быстренько, быстренько просто с вами пробежим. Я понимаю, ребят, что у вас это напрягает, но я уже не стал это делать за кадром. Сделаем сейчас. Это не так уж много времени у нас займет, буквально только минуточку, 5 минуточек. Это максимум. Поставим, естественно, на автобой, и чтобы это все быстренько у нас прокатило. Потом, естественно, начнем, ребят, проходить с вами, опять же, лигу, турнир, да? Быстренько заберемся с вами, хотя уже вряд ли сегодня вторник, быстренько уже не получится. Потому что, ребята, ну вы сами знаете, надо проходить это все дело в первые часы после отката. Как только вот неделя начинается, да, сразу заходишь там спустя 2-3 часа, и у тебя есть шанс попасть в топчик, буквально моментально. Ну, сегодня уже вторник, и вряд ли у меня получится так красиво все сделать и оформить. Ну, я постараюсь, я попытаюсь. Так, ребят, сейчас мы с этими овками разберемся. Это последний у нас Bebop и Rocksteady. Все, они отдыхают. Соответственно, ребят, мы с вами зарабатываем реворд, и сегодня еще поищем ДНК на Микеланджело. Два дня, ребят, я пытался, и знаете, что они мне делали? Они мне, грубо говоря, подкидывали собаку. А в чем это заключается? В том, что они мне давали всего, ребята, 1 ДНК из 3 попыток. Ты представляешь? Я даже делал откаты за бакс, и все равно они мне давали по 1 ДНКшке. Поэтому у меня сейчас в данный момент, по-моему, 91 ДНК. Сейчас мы глянем с вами. Вау, 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 вау. Смотри, ребята, мы можем с вами перевести в золотой ранг ребятулик наших. Ух ты. А это у нас кто? Это у нас Монда Гека, Севермонте, Смакман, Джастин Крип, Кейси Джонс, Острозуб и Саблезуб. И Леонардо Космос у нас получает сегодня третью серебряную звезду. Вау. Вот это я понимаю, ребята. Так, смотрите-ка, смелый и дерзкий план. У него новый, ребята, суперудар появился. Так, Леонардо надеется, что образ капитана Рейна воодушевит его союзников. Улучшает защиту союзников на 50% в течение двух ходов. С вероятностью 15% у союзников появится невосприимчивость к отрицательным эффектам статуса в течение двух ходов. Слушай, вот это классно, ребята. И я его дальше могу прокачать, наверное, до 45 уровня, судя по всему. А может быть и выше. Так, ну что, мы с вами делаем таким образом, да? Погоди-ка секунду. Погоди-ка секунду. А почему у нас выходит именно так все? Смотрите, ну здесь платиновый ранг, да? Ясно все. А, так мы можем еще и... Господи, смотри, ребят. Пульверизатор может тоже перейти у нас в золотой ранг. Сколько нужно? 330 осколков. Слушай, давайте мы так сделаем с вами, ребят. Опять же, проголосуем, да? В этот раз. Потому что я уже привык, грубо говоря, делать так, как хотите вы. То есть мы с вами проголосуем, кого будем переводить в золотой ранг. У нас, сами видите, Макман, Север, Макман, Джастин Крип, Кейси Джонс и пульверизатор, да? Вместе с этим еще Острозуб и Саблезуб. То есть все дело за вами. Так что, ребята, голосуем. Ну, с платиновым мы уже определились, да? Мы ждем Микеланджело, когда мы его повысим. Кстати, подождите, сколько у нас? Ага, 95 ДНК у нас в данный момент. Давайте попробуем, ребят, найти. Так, 1 ДНК нашли. Был бы у меня побольше, ребята, долларов, мы бы... Так, 2 ДНК, это круто. Давай 3, пожалуйста. Нет, не дает, не дает, к сожалению. И денег у меня не хватает, чтобы сделать откатик. То есть ты понимаешь, да, о чем я имею в виду? О чем я говорю? Что мы могли бы сегодня, если бы у нас 3 ДНК, всего лишь 3 ДНК. Тогда знаете что, ребят? Не будем мы, не будем с вами. Или будем? У нас очень мало сюрикенов. Не забывайте, чтобы перевести в платиновый ранг, нужно 10 тысяч сюриков, да? И плюс сколько-то сюрикенов, чтобы перевести в 5-звездочный ранг. По-моему, так. Или там замутаген делается. Вот не помню, если честно. Короче, ребята, голосуйте, подсказывайте, как лучше. И будем так делать с вами. Ну что, давайте тогда... Так, еще нам нужно сразиться в боях. Можно атаку боксер-муха в пролете. Понятные дела. Тогда мы будем с вами искать... Подожди, а где у меня бибоб? Где у меня... Не понял я, подожди-ка. Так, что там? Ниже всех, что ли, опустили? Вот он, 93 ДНК у него. Становится уже 94. Так, едем дальше. 95. 95 ДНК уже. И 96. Ну почему у меня на Микеланджело так не выпадает, а, ребят? На бибоба вообще изи. Просто круто. Три попытки и все удачные. Классно. В общем, смотрите, ребята, через 4 ДНК мы с вами еще бибоба перевьем в 5-звездочный ранг. Короче, у меня тут скоро такая заваруха будет, что я даже буду путаться, кого нам переводить быстрее в ранги и качать. Ну, естественно, Майки пока на первом месте. Он лидирует. Ну, а потом уже и бибоб. Круто. Мне нравится. Хоть какой-то, ребята, прогресс уже у нас намечается. Ну что ж, давайте найдем, наверное, пару карточек на морозильную кошку. Да? Эй-эй-эй-эй. Ребятули, давайте не шутите так. Ну вот, одну дали всего лишь одну. Да, кошку морозильную нам долго придется качать на самом деле. Но спешить нам некуда. У нас и так скоро будет тут завязки по уши. Так, секунду. А мы что с вами? Задание не выполнили? Так, нужно еще кого-то найти. Погоди, секунду. А вот здесь уже начинается, ребята, ерунда. Нам знаете, что придется сделать? Нам придется через боевку это сделать. Кстати, осколочки надо будет обязательно сегодня поискать. Но это я, наверное, сделаю за кадром. Так, зайдем в сюжетку. И просто с вами, ну, кого-нибудь поищем. Ну, вот давай, например, Кейси Джонса. Все, по идее, задание должно быть выполнено. Забираем. Поднять уровень персонажа. Поднять уровень персонажа нам нужно с вами... Хм, кому? Пауку? Нет, пауку не получится. Опять 25. Опять придется нам... Ну, давай, Донику мы сможем? Интересно. По-моему, сможем. Да, ребят? Вот так вот сделаем. Не будем слишком много тратить ДНК. Оно нам пригодится. Так, все. Забираем последние наши реварды. И бежим, естественно, с вами на Лигу. Так, а кто у нас, кстати, будет разыгрываться? Смотрите. В следующий раз у нас будет разыгрываться Донни Космос. А зачем мне это нужно? А мне это не нужно. Потому что я, скорее всего, Донни Космоса успею получить уже... Ну, буквально на днях. Давайте посмотрим, ребята. Вот если посмотреть по магазину, да. Вот, забегаем в предметы. Сколько нам остается? Нам остается всего лишь один раз накопить 60 монет. И Донни Космос у меня в кармане. Так, кстати, давайте голосовать... Я не знаю, может быть, какую-то голосовалку придумать вам в чатике или еще где-нибудь, чтобы вы могли выставлять плюсики и минусы за определенных предметов. Кого нам следующего искать? Я вот, наверное, думаю, что вот этого Микеланджело, да? Скорее всего. Или же Шенигами. Хотя, на самом деле, у меня душа лежит больше к Армагону. Армагон или Шенигами. Вот кого-то из них. Хотя, вот, Лисичка тоже неплоха. Ну, в общем, ребята, пишите мне в комментариях. Я прислушиваюсь и, как вы понимаете, делаю все как можно лучше. Так, ну все, хватит говорить. Пора, ребята, отправляться на турнир. И начнем, пожалуй, мы с вами. Давайте кого-нибудь из наших есть? Нету. Тогда начнем с Варьота. Погнали. Переходим в самый-самый конец наших героев. И выбираем. Ну, здесь какой, ребята? Там 12-й, 14-й уровень, да? А у нас уже 30-й. Я думаю, что тут даже слова излишни, потому что это будет полный расколбас. Так, две классики. Давай-ка бросим. Оригиналы, точнее. Пью, бамс. Так, ну и добиваем. Так, Стокман упал. Эйприл у нас упала. И сейчас Хан тоже упадет, ребят. Ну, понимаете сами, да? Самое начало. Это все изи. Быстренько с вами заберемся на пьедестал. Сегодня давайте поставим для себя цель. Не сегуны, не сегуны. Ребят, самураи, да. Не знаю, какая звездность, но пускай это будет самураи. Так, и здесь мы с вами давайте возьмем. Вот, надо. Над. Наш соотечественник. По крайней мере, по-русски все написано. Над. Странное какое-то имечко, никнейм. Ладно. Это уже совсем другой разговор. Давайте, ребята, разбирать, кто у него тут. Я вижу Карайка, Макман и Майки Фильм. Ну, пожалуй, начнем вот с этого вот удара божественного. Пич! Говорил же божественный. Так, теперь удар хвостом. Оу, да не падают. Прямо на глазах, ребята. О, Макман еще устоял. Чудесным образом, но это ненадолго. Все, разобрали охламончика. Ребят, мне нравится, как мы с вами идем. Но, опять же, повторюсь, это самое начало. Лига воинов у нас еще пока. И вторая звезда должна быть обеспечена, да. Погнали тогда с вами дальше. Быстренько на горяченькую, пока все, ребята, у нас идет в ажуре. Так, Кирюха. Ребят, Кирилл. Давайте начнем с Кирилла, пожалуй. Так, давайте-ка определимся. Шенегами, Донателло и Доктор Роквелл. А у Доктора Роквелла, ребята, массовая атака. Он там бросает всякие саи, ножи. Мне, в принципе, понравилось. Его массовая атака. Нормуль, сгодится. Но, по прокачке не знаю, как у вас это получится. Воу, Шенегами, круто. У тебя круто получилось. Так, Гулупит, иди отсюда. И у нас тут Бибов. Сейчас мы, ребята, его тоже расчекрыжем. Буквально моментально. Роквелл, отлично. Все, никаких, ребят, проблем. Проблемы уже начнутся, наверное, где-то с самураев у нас. Ну, с Ложенотапа идет. А сейчас пока на одном дыхании просто пробежимся. Так, и я думал, честно говоря, что мы попадем в Воин Три Звезды. Но вот уж дудки. Нас туда просто не пропустили. Ладно, я не огорчаюсь, ребята. И берем, наверное, мы с вами Гришу. Хотя есть и Валеру. Не, давайте Валеру. Давайте Валеру. У него рейтинг повыше. Я думаю, что нам дадут побольше кубков. И мы с вами как можно быстрее залетим. Так, тридцатые уровни против девятнадцатых и восемнадцатых. Ну, о чем тут говорить? Естественно, будет полный расколбас. Так, Леонардо, Макман и нейтрализатор. Начнем с вот этого удара. Нейтрализатора, как будто бы здесь и не было вовсе. Так, Макман, наверное, падает, да? Нет. Слушай, почему он такой крепкий? Ну, понятно, ребята. Он же, как быть, искать биомусор. По-другому не назвать его. Так, и Леонардо у нас остается. Сейчас мы его, наверное, расчекрыжем. Да, отлично. Рокстеди все-таки его подбил. Ну, что же. Вот теперь мы с вами переходим на Войн. Три звезды. Давай, докажи. Отлично. А какая позиция? Семьдесят седьмая. Конечно, хотелось бы чуть-чуть повыше приподняться. Ну, да ладно. И у нас уже, ребята, начинаются персонажи с двадцатых уровней. Так, Артурчик тут у нас. Давай, наверное, его и возьмем. Двадцать первый уровень у противника. А у нас, по-моему, тридцаточка. Все до сих пор еще ковляется, да? Да, ребята, мы еще на тридцаточке. Но уже мы выставляем четыре персонажа. Поэтому сейчас будет очень быстрый растрат наших героев. Ну что, понеслась. Начнем, пожалуй, мы... Давай-ка, наверное, с карайки начнем. Вот этим вот ударом бомбанем. Молодцы. Так, а теперь... Ну, а теперь можно... Любого тут уже не имеет, ребята, значения. Так, дайте-ка я посмотрю, что это такое. Ага. Вот так вот, да, ребята? Так, он сделал защиту. На всех повесил. Молодец, в принципе. Так. Лео, естественно, врубает свой отхил. Не знаю для чего. И отхил у него очень был слабенький. То есть он даже не спас Криса Брэдфорда. Так, расстрел. Ну, вот. Лео упал. И остается Леонардо фильм. С ним, я думаю, что тоже мы сейчас легко с вами справимся. Давай-ка вот так вот накатим ему. Нет, не вышло. А Пит? Пит добил. Блин, как бы мне Пит, ребята, прокачать по звездности? Потому что он вообще слабачок, на самом деле. У нас где-то там... В бронзе еще, по-моему, до сих... Да, ребята, у него две бронзовые звезды. Это никуда не годится, на самом деле. Пит у меня появился довольно-таки давно. А мотыляется еще в двух звездах. Непорядок, честно вам скажу. Так, Яша и Александр. Наверное, мы приступим, скорее всего, с Яшей. Да, будем начинать с него. И надо теперь найти, кого поставить. Так, Рафаэль, Кейси Джонс. Хм. Давай, ладно, Бипопа и Рафаэля фильм. Я думаю, что эта команда должна хорошо нам здесь зайти. Наказать, проучить этих ребят на будущее. Погнали. Так, попробуем Рокстеги завалить вначале. Ну, неплохо, Кейси боманул. Так, теперь массовую атаку. Ой, какая это, ребята? Я попутал, я попутал. Нет, это не массовая атака. Это была не массовая атака. Массовая атака, это, по-моему, у Микеланджело космос. По-моему, так. Ну-ка. Ать. А вот, конечно, Рафаэльчик у меня слабоват. Рафаэль фильм, он вообще ни о чем. Не алло, вообще. Так, добиваем Рафика. Давай-ка мы Доника немножко поджарим. Постепенно урон повесится или нет? Нет, не повесится, а он, по-моему, даже и не вешается. Нет, хотя должен. Да посмотри какой. Вот Доня, ребята, здесь серьезно крепкий парень. Башковитый, крепкий, в общем, все дела. Не зря, как говорится, да, он влюблен в Эйприл. Но я, правда, не уверен, Эйприл ему отвечает взаимностью или нет. Так, отлично. Все, ребята, здесь мы с вами прошли. Двигаемся, конечно, конечно же, дальше. И мы должны, по идее, наверное, перейти или нет? Должны. Да, ребята, мы в Элите уже. Одна пока звезда и 74-я позиция. Ох, не знаю, дойдем ли мы с вами до самураев? Что-то как-то мне немножко, ребята, гложет. Так, кто у нас тут? Лолик. Адриан. Нет, это мне все не годится. Мне вот, наверное, пойдет только лишь... Слушай, ну вот это вот круто. Давайте Матео возьмем. Фиксим. Давайте возьмем Матео. У него мастер 2 звезды. Ранг отличный, но опасный, ребята. Опасный, потому что персонажи на предельчике. Так что возьмем для разнообразия, наверное, Донателло. Донателло, если что, может прикрыть своим щитом наших ребят. Ну и также сделать массовую атаку. Но не забываем, что здесь Рахзар. Со своей, естественно, провокацией. Ой-ой-ой, это что такое за... Это что, ребята, был за дамаг? Простите уж меня. Давай мы сделаем, наверное, дополнительную защиту. Я думаю, она здесь лишней не будет. Так, баллончик с краской. Вау, меткость мы понизили. Ну что же, это неплохо. А вот это вот... Да ладно тебе, Донни, хорош. Блин. Ну что ж ты будешь делать? Да хорош... Так, ну-ка, давай вставай в провокацию. Что-то меня, ребята, такой расклад вообще не устраивает. Господи, это что за урон такой был сейчас только что? Массовую атаку лучше нам не применять, потому что иначе мы с вами... Так можем озвездюлиться вот от этих двух парней. Так что будем потихонечку с вами здесь разбирать. Вот, мы понизили... Ай-яй-яй-яй-яй. Да хорош ты уже. Так, нам придется, наверное... Трындец. Я, честно говоря, думал, что нам придется подхилиться. Какого лешего так произошло-то все, а? Офигеть, ребята. Обалдеть просто-напросто. Ну, давай еще мне... Так, нет, давайте захиляемся. Не знаю, какой у нас здесь, ребята, отхил будет. Да практически никчемный. Слушай, он достал вот этот вот охламон, если честно. Давай вот так вот попробуем. Блин. Да, если бы я раньше бы сделал удар вот этого вот Донателло массовый, они бы уже давным-давно лежали. Но я почему-то, ребята, не рискнул. Я поставил защиту. Ну, в принципе, и зря, наверное, сделал, да? Ну, я не думал, что он просто вот так вот может их продамажить. Ё-моё, столько здоровья отнять от одного броска звездочек. Ладно. Это была моя, ребята, ошибка. И, конечно же, за нее я очень сильно поплатился. Естественно, бонусами и так далее, и так подобное. Сейчас какая? Наверное, 50-я это максимально будет. Нет, 48-я. Ну, ладно, хорошо. Бог с ним, ребят. С кем не бывает. Каждый может ошибиться. Ну, я это делаю гораздо чаще, чем кто-либо, наверное. Так, 25-й, 26-й уровень здесь у противника. То есть, мы с вами выбираем вот этих вот ребят. И давайте уже не будем с вами просто-напросто, как говорится, подставляться. Будем сразу действовать наверняка. Возьмем. Ну, давай возьмем. Мне нужен массовый атакер. Вот. Нейтрализатор. Почему именно он, ребята? Ну, с гранатомета бомбанет. Я думаю, им там сладко не будет. Да? 25-й уровень сразу должны полечь. В принципе, по идее. Ну, а пока будем потихонечку разбирать. Так, саблезуб. Ну, видите, да? Дамаг, конечно, ни о чем. Вот и все. Здесь хорошо было сработано. Но, опять же, за счет высокоуровневого персонажа. Сами вряд ли бы мы их с вами вытянули. Двигаемся далее. 48-я позиция. Да, господи, мы в этой элите с вами засели просто как это, как в болоте. Мы не можем отсюда выбраться. 27-е, 30-е уже уровни. Смотрите, ребята, идут. Ладно, начнем, наверное, с Сивар. Сивар. Мне что-то так напомнило. Ребят, почему-то с Шенегами она. Не знаю, почему. Какая-то ассоциация ненормальная, нездоровая. Так, и возьмем, наверное, кого-нибудь одного покрупнее. Да вот, хотя бы возьмем Паукуса. Пускай он свою паутинку бросит. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы они здесь упали. Погнали? Я думаю, погнали. Ну-ка. Вот паутинка. И отлично, в принципе, ребята, сыграна была. Так, давай добивать. Нормуль, все. Все отлично у нас идет. Мы с вами сейчас-то перейдем, наверное, в мастера. Две звезды. Ой, вылите, елки-палки. Какие мастера. Так, 73-я позиция. Все равно медленно, ребята, медленно мы с вами продвигаемся. Так, смотрим по кубкам. И у нас ФЭД. ФЭД стоит по кубкам. Самый, как говорится, лучший, да? Ладно, хорошо. У нас тут, ребята, 30-й уровней. Слушай, ну здесь, наверное, я думаю, мы и сами справимся. Ох, подставляюсь под монастырь. Ох, подставляюсь я такими своими выводами. Слишком быстрыми. Но попробуем. Так, давай-ка бросим баллончик. Вау. Так, контратака. Понятное дело. Так, ребята, теперь нужны нам массовые атаки. Массовые атаки у них. А у кого? У нас только у мотогеноида, к сожалению, да? Так, пока не будем тратить нам. За хилл еще пригодится. Да ладно. Контратака. На двоих повешена. Массовая атака Дони. Это все ерунда пока, на самом деле. И давай-ка вот так вот. Зачем я это сделал? Не подумавши. Так, ребята, тихо. Очень опасная сейчас ситуация. Очень опасная. Или же все-таки выкрутимся. Да, выкрутились. Я уже думал, что нам придется ждать откат у кошки, чтобы мы смогли с вами их прохиляться. Ну, я не знаю, почему пиццелицы так хорошо отгребает. Видно, он слишком мягенький. Его любят бомбить. Потому что он как из теста сделанный. Его любят все бомбить. Так, давай-ка здесь определимся. У нас вот, ребята. Мадияр. Неплохое такое имя. Мадияр. И смотрим, ребята. 30-е уровни. Даже 34-е. Я опять же думаю, что никого нам здесь выдающегося брать не стоит. Возьмем Микеланджело. На всякий случай. Со своей массовой атакой. Плюс со снятия бафов. У него есть скилл. Так что нормуль. Должны потянуть. Так, массовая атака, ребята. Сразу же начинается именно с нее. Но она у меня не прокачана. Поэтому будет слабенькая. Да. Давай теперь придурков вызовем. Ну, кто-нибудь упадет. Так, отлично, ребята. И, скорее всего, добивающие от Микеланджело. Блин, смотри-ка, Леонардо выжил. А если вот так вот? Ну, тут изи получилось, да? Они даже ничего не успели сделать. Даже не дал им шанса на ход. Ха-ха. Ладушки. Двигаемся тогда сразу далее. Так, ну что? Элита, ребята. Три звезды. Значит, все-таки, скорее всего, мы с вами в Сёгун, в Самураи попадем. Так, погнали. Покупкам я, ребята, ориентируюсь. А у них тут всех одинаково. Поэтому я, наверное, возьму... Я возьму, наверное, вот это вот. Домугай. Домогай. Домогай, да не забывай. Берем Рокстеди, ребята. Леонардо Фим. Еще одного Рокстеди. Возьмем Лису здесь. И, наверное... Хотя, 30 уровень. Да, возьмем просто-напросто с вами Эйприл Шинигами. Естественно, у меня, ребята, здесь нету ни одного хиллера. А вообще, в пачках должен быть обязательно один хиллер и танкующий провокатор. Вот это будет идеальная, ребята, комбинация. И провокатор не какой-нибудь там ватный, а действительно жирный провокатор, который может выдерживать очень мощные атаки. Хороший команды Гека. Ускоряет и критует, да? Так, ускоряет и крит повесил только лишь... Да, надо, кстати, его и снести. Попробуем. Ать, чуть-чуть буквально не хватило. Но зато он сам на себя потратил, ребята, целый отхилл. Так, а вот это вот на критуху делай, да? Сопротивление. Хе-хе, не получилось. А мы поджарим их. Так, постепенка упала только на Рафа Фим. Так, добиваем с вами Кирби. Отлично. Ну, ребят, судя по тому, как они бьют, тут у нас вообще никаких проблем не должно возникнуть. Добиваем, наверное. Так, отлично. По красоте здесь. Отлично. И остается у нас Рафаэль Финн. Да, ребята, он зря тут выеживается. Ничего ему уже здесь не поможет, конечно же. Так, ну что, пока идем замечательно. Что я могу сказать вам по этому поводу? И... Какая там у нас позиция? С 80-й мы перелетаем на 40-ю. Даже вот так. Мне нравится наш подход. Давай-ка теперь подумаем, кого здесь нам расчекрыжить. По кубкам у нас вот два одинаковых. Что здесь 15 кубков, что здесь. Ну, я думаю, что возьму вот этот вот, да? Тари. А почему? Потому что Леонардо у него, ребята, в бронзе. Три звезды. Леонардо в бронзе, три звезды. Как так можно, ребят? Он же у тебя появляется одним из первых. И там 5-звездочный, 4-звездочный, да? Там не имеет значения. Ну, как у тебя Леонардо 3-звездочный может оставаться? Я не пойму. Это вообще им не заниматься, что ли? Получается так. Так, ладно, ребята. Наш Усаги. Вау, пробафался довольно неплохо. Я вам сразу говорю. Так, Шреддер, надеюсь, меня здесь не подведет и отлично бомбанет. Ну, в принципе, неплохо. Ничего не могу сказать против. И да ладно, давай так сделаем. На. Так. Телепат. Ага, Лео упал, ребята. И массовая атака, наверное, от крестиного короля. В принципе, и все на этом, да? Да ладно. Нет, не все. Смотри-ка, выжил. Ханорик-то у нас там один. Недолго он, конечно, там плясал, но все, ребят, мы с вами выиграли. И посмотрим, перелетим мы с вами в самурай или нет. Да, да, ребятулечки. Именно в самураях на сотом месте. Чутелька в тютельку, как говорится. Хорошо. Давай тогда мы с вами подумаем здесь. Денислам. Владислав и Кирилл. Слушай, вот даже не знаю. Давай с Дениславом. С таким мы еще ни разу вообще не дрались. Здесь в первый раз вижу такой никнейм. Может быть, это имя даже реальное. Как вот у меня, ребята. Ну, и попробуем сейчас забомбашить. Так, вначале мы понизим защиту им. Даже у некоторых атаку. А теперь бомбим тигриным когтем. Ну что, пол здоровья практически всех убрали. Кирби, ты нам здесь не нужен, извиняй. Так, ну, Микеланджело тут, конечно, пытается спасти ситуацию. Вряд ли у него, конечно, это все получится. Как ты можешь два раза-то ходить? Я не пойму. Ультразвук. Ультракрик. Так, ну, ребята, вы видели сами, да? Монда Гек отдуплился. Так, теперь что нам сделать? Ну, да... Да, в принципе, можно, наверное, и так пробить. Вот, отлично. По коленочке дали. Теперь маг мы наберем. В оборот. Все, он тоже валяется, ребята. Ну, и, конечно же, Микеланджело. Все, изи. Тут, ребята, все было изи. Так, до Самурая 3 звезды, интересно, дотянем или нет? Не, не хватит у нас, ребят, героев. И слишком медленно, наверное, будем подниматься. 65-я позиция. То есть, надо будет еще 3 боя сделать. Получается так. Они здесь абсолютно одинаковые, поэтому я возьму, наверное, Франциско. А почему Франциско, ребята? Ну, потому что, опять же, у него Леонардо в бронзе. Не пойму, как они так умудряются, ребята, играть в игру. И Леонардо до сих пор еще в бронзе. Ну, если даже, предположим, он только начал игру, да? Откуда у тебя тогда такие персонажи? Хе. Хорошо, делаем танцпол. Да, в принципе, ребят, все. Здесь уже наша команда будет непобедимая. 37-й уровень. Что он тут сделает? Смотрим, как у нас... Ну, о чем я вам, ребята, и говорю. Давай вот так сделаем. Давай, наверное, бомбанем ракетами. И этого было достаточно, чтобы все отдуплились. Отличненько. Так, сейчас мы где-то, наверное, на... На какую позицию, как думаете? На 30-ю упадем. Наверняка так будет. 34-я. В принципе, я был прав. Ага. А здесь у нас немножко уже посложнее, ребята. Уже пошло чистое серебро. Можно так сказать? Чистое серебро. Давай, наверное, вот так сделаем. И, ребята, у нас буквально еще один бой останется. Ну, в самурае две звезды мы с вами должны добраться. Это я вам точно говорю. Так, ну что, делаем провокацию. В первую очередь. Так, пошел у нас крик от кара змеи. Крик довольно нехилый был. Двух персонажей просто в минус вогнали. И добиваем. Змей ковьюном. Как всегда, ребята. Как по стандарту. Если змей ковьюн есть, и если он делает добивающий удар, то это именно он. Так, хорошо. Пропускаем. И смотрим. Йоу. Ребята, мы уже с вами в самурае две звезды. Отлично. Но все равно немножко недоволен. Во-первых, тем, что мы с вами все-таки одну катку профукали. Согласитесь, да? Моя была ошибка. Мы с вами там потеряли персонажа. Естественно, бонусы не получили по полной программе. Из-за этого тоже, как говорится, минус. Небольшой такой подъемчик. По рейтингу. И добиваем. Ну, я думаю, что вряд ли мы, конечно, при любом, даже при хорошем раскладе, добрались бы с вами до самурая три звезды. Вряд ли. Не прошло бы у нас этот вариант. Откаты, я думаю, что пока не стоит, ребята, тратить. На начальных этапах я лучше, наверное, их подсобираю маленечко. И уже потом, ну, где-нибудь, когда будет штучек 20, мы их все будем активировать уже ближе к финалу. Думаю, что так будет правильнее. Ну, сейчас нет смысла, ребят, тратить их. Подняться, потом тебя опять сбросят, потом опять подняться, опять сбросят. Короче, на месте будем топтаться. Ну что, давайте, наверное, попробуем пройти с вами одно из испытаний. Это у нас день Дони будет. Я думаю, что начнем, пожалуй, именно с него. Так, эпизод первый. Разыгрывается ДНК на Дони фильм. Так, ну, вот с персонажами, конечно, мне, ребята, немножко заговнили, потому что дали слабеньких. Далеко, конечно же, мы с вами здесь не пройдем. Так, кто у нас? У нас с вами 70-й уровень. Это только лишь Бакстер Стокман. Остальные все около 50-го уровня пляжут. Ну, и еще вот у нас кто? А, нет, а, вот, 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 ребята. Железноголового как-то я не увидел. Он у меня 76-го уровня. Но все равно Бакстер Стокман и Железноголовый вдвоем вряд ли здесь, конечно, далеко куда-то уйдут. Хотя это, грубо говоря, два таких героя. Например, смотрите, у Макмана... Ой, у Макмана, о чем я думаю? У Бакстера у нас, да, ребята, есть две массовые атаки. Вы помните все. Это волна, это маузеры. И у Железноголового есть одна массовая атака и одна провокационная. То есть он встает в стойку и делает из себя провокатора. То есть чувачка, которого должны только его атаковать. Ну, я имею в виду обычными ударами, не включая массовые атаки. Так. Ну, давай посмотрим. В любом случае нам нужно с вами добывать ДНК на Доне. Доне у нас практически слабо. Разве вообще все его герои у нас слабенькие. Поэтому я думаю, что это лишним не будет у нас. Вообще никак. Так, третья волна. Бежим сюда. Вот хочу вот этого, ребята, Донателла себе открыть. Кстати, говорят, что это один из мощных Донателла в игре. Не знаю, не уверен, не проверял. Так, ну, по крайней мере, сейчас мы их разбираем довольно неплохо. Да ладно, тигриный кокоть. Как ты 50 уровень не смог справиться с 25? Ну, это какой-то бред на самом деле. Ладно. А раз они так посчитали нужным, значит, пускай это будет так. Так, а вот как раз, ребята, у нас ДНК на того Доника, которого я хочу. Тут я уже, ребята, наверное, начну сам разруливать. Хотя уровень какой здесь? 30-ненький. Всего лишь 30-ненький. С удара. Отлично. Молодец. Добьешь? Добил. Вот здесь 30-го уровня он положил, а 25-го не смог. Эй. Да, Шархан, удивляешь ты меня порой. Так, Айприл упала. Гриб. Упал. Здесь. Ага. Мутанная белка у нас не упала. Хорошо, давай так добьем. И давай вот таким вот попробуем, ребята. Нет, не прокатило. Все, нормуль. Так, и остается одна белка. Давай, я не знаю. Провокацию я не буду брать. Я считаю, что из него провокатор вообще не алло. Может быть, я ошибаюсь, потому что я его не прокачивал столь хорошо, чтобы судить о нем. Но судя по тому, что он вообще какой-то сам по себе ватненький. Мне он не особо нравится. Пишите, ребят, свое мнение про этого персонажа. Ну, мне кажется, что он тоже вам не особо нравится. Псевдо какая-то низичерепашка, да? Так, ну что, ребят, мы с вами получили Донателло видение. И теперь у нас Донателло маг. Будет разыгрываться. Он у нас и массовая атака имеет, и хил. То есть, я имею ввиду про Донателло. Про ДНК. Так, давай добивать этих крыс никчемных. 40 уровень, кстати, у нас на подходе. Вы видите, да? Мы с вами уже на пределе. Наверное, следующий бой будет с 50 уровнем. И там начнутся сыпаться головы. Так, ну-ка, накажешь? Конечно, накажет он. Атак, атак отлично, ребята. Вот, можно сделать вот так, ребята. Просто в провокацию глухую встать. И здесь нам уже никто ничего не сделает. Ну, давай мы уж быстренько их расчекрыжем. Эта тля здесь ненужная, которая сидит, пригрелась. Ай-яй-яй, ну что ты, что ты, что ты, что ты тут заплясал тут? Эй, Роквелл чудит опять. Фокус, фокус. Фокусник, что ли, я не пойму. Так, ладно, погнали. Ого. Так, секунду, подожди. Эээ, нет. Давай просто ударом его. Не смог снести, почему? Блин, поражает меня, ребят. 45-й уровень, у меня 76-й. На 30 левлов мы его вышли, и мы его не смогли бомбануть. Да как так-то? Как так может быть? Очень странно. Ну что, ребят, третья волна. Начнем, конечно, с массовых атак. Не имеет значения, что это будет волна или ракетный выстрел, но это будут массовые атаки. Погнали. Хоп. И, да давай просто ударим. Постепенный урон, по идее, должен их накрыть сейчас медным тазом. Давайте-ка я посмотрю, как эта пробирка работает. Будет ли она вообще работать? Ага. Работает, ребята. Станет. Ну, опять же, на один ход всего лишь. Заморозка этой действий. Ну, я вам говорил, ребят. Бывают такие моменты, когда надо заморозить врага, потому что ты знаешь, что он сейчас будет ходить, особенно если у него массовая атака, критическая, смертельная, то лучше, конечно же, его заморозить. Ну, что же, у нас очередной Дони. 55-й уже уровень. Вот, ребята, здесь как раз и полетят у нас голову. Я даже знаю, кто первый полетит. Это, скорее всего, будет либо... Кто? Ну, наверное, пульверизатор, а потом, наверное, Бакстер Стокман. Скорее всего. Ой! Ёлки! Что-то не так я сделал, ребят. Что-то не так. Зачем я нажал на пробирку? Господи, а! Ну, что ж ты, Рэй, делаешь-то, а? На пробирочку нажал. Да. Сглупил. Ступил, сглупил. По-другому не назовешь. Так, у нас есть с вами провокация, но я думаю, что мы начнем с вами с массовой атаки, как только Бакстер Стокман отойдет, ребята. Давай бросим маузеров. А на следующую, наверное, все-таки бросим волну. А, тут четыре волны. Погоди-ка, погоди-ка, тогда не пойдет дело так. Давай здесь просто бомбанем. Вот так вот сделаем. И... Ну, что ты, что ты, что ты? Постепенно урон повесили, да? На Бакстера Муху. Так, ну-ка, лягут. Ага, не легли. А вот так, если сделаем? Опять не легли. Так, Эрпил минус. Железноголовый здесь, да? Что он делает? Он делает провокацию на себя. Пробьем, интересно, нет? Ну, сейчас мы пробьем, однозначно. И Рокула мы с вами добиваем. Так, смотрим, кто у нас там следующий идет. Ага. Доники. Доники. Додики. Ладно, дождаться бы мне массовой, ребята, атаки. Так, подожди. Ну, давай повесим. Вот, может, постепенка ляжет. Она ложится. Так, смотрите. Берем провокацию на себя. И, в принципе, запускаем волну. Минус. Так. Ну, все, ребята. Им тут хана. Им тут хана, потому что я уже сейчас вижу, что будет. Какой расклад. Смотрите. Добиваем, нет? Нет. Тут мажем просто на пса. Эй, погоди-ка, погоди-ка. Что это за непорядки такие? А, у них уклонение стоит. Так, массовая атака. Это все равно, ребята, ерунда. Смотри. А кто, видишь, это тоже, ребята, уклонение. Нифига. Мы не можем пробить. Ты прикинь. Просто мажем и все. А так, если... Ха, на 1100. Ну, давай. Даже... Ладно, хорошо. Мы сделаем немножко по-другому. Сделаем отхил. Так, тихо. Не роняй мне, пожалуйста, муху мне. Все. Слушай, я не знаю. На следующий уровень, ну, это вообще опасно идти. Хотя можно рискнуть все равно. Ведь ничего же не проиграем. Так, Донателло Классика у нас открыт. И оригинал. Оригинал, ребята. 65-й уровень. На кону. Ух, сейчас головешки-то пролетят. И начинается у нас все с грибов. У них, естественно, ребята, инициатива большая, потому что 60-й уровень. Мы не будем пасовать. Мы будем также, ребята, яростно сопротивляться этим врагам. Ну, спасти всех вряд ли у меня, конечно, получится. Хотя есть очень большое желание это сделать. Так, ну. Так. Смотри, что с мухой происходит, ребят. Муха сейчас у меня, по-моему... Я не это хотел сделать. Да. Твою же маковку. Какая, блин, провокация сейчас. Ну. На грибах, блин, провокация. На самом деле, я хотел просто удар сделать. Немножко вот мышка у меня дернулась. И все. Ну. Что начнется тут? Так. Ох ты. Молодец. Все заблокировал мне. Все способности. Господи, а. Я даже похиляться не могу, получается, да? Да, ребят, даже хильнуться не могу. Это плохо для нас. Только лишь третья волна. Тут у нас... Тут уже пошли персонажи. Я чувствую, сейчас Бакстер Муха у меня... Крякнет. Крякнет или нет? Как думаете? Только лишь провокация спадает с железной головы. И все, ребят. И будет расколбас полныйнейший. Я успеваю, ребят, сделать хил. Ага. Так. Грипп минус. Давай вот так вот сделаем. Да что такое? У них, ребята, у всех опять стоит уклонение. Смотри. У всех. На шенигами повесился постепенный урон. Нам это что не даст? Абсолютно ничего. Муху? Нет. Еще пока... Вот сейчас его расколбасит. Да, ребята. Да куда ты пляшешь тут мне? Е-проценте. Нафтабло. Нет, наверное, не получится, ребята, его пробить. А вот, давай массовую атаку сделаем на Маузер. Отыграемся. Шенигами минус. Остается только лишь Кунаичи, Эйприл. Ну, с ней-то мы должны справиться. Ну-ка, удар пройдет. Да, ребята. И давай вот так вот попробуем. Добить. В конце от концов. Все, ребята. На четвертую волну. И здесь у нас, опять же, Донателлы все. Давай вот так вот. Кого? Вообще-то, на самом деле, я хотел не в этого киборга. Ну. Тыч. Ну, я так и понял, ребята. Его распишут сейчас. Сейчас его распишут. Все. Да уезживался. Вставим, короче, на провокацию железную голову. И начинаем потихоньку добивать. Жалко, ни одной, ребята, атаки у нас нет. А вот, есть, есть массовая атака. Донателла. Блин. Надо его быстренько ликвидировать. Потому что он потом может отхилять. Эй, мы даже... Хорош, серьезно, что ли? Так, это что? Вау. Нифига ты бомба... Еще и хил. Он успел, ребята. Он таки успел. Так, а со своим ультразвуком... А, нет, ребята. Что это такое было? Массовая атака, нифига. Массовая атака, да, значит. Ну, что мы Донателла-то будем? Давай вот так вот попробуем. Ага, на всех повесили. Все, тигриного когтя, ребята, мы с вами потеряли. Выпускаем маузер. Да, тут, конечно, нас быстренько расщикрыжили. Согласитесь. Но мы все равно выиграли. И ДНК, конечно же, мы с вами получили. Все, я не вижу, ребята, дальше идти... На следующего Доника. Просто не имею смысла. Это у нас эпизод седьмой. Тут нам дадут ДНК на Леонардо, на Данателла Космос. Но вы сами понимаете, ребят, смотрите. 75 уровень. Куда? Это смерти подобно. Я не вытянул. Поэтому будем закругляться с вами именно на этой волне. Так что, дорогие мои друзья. Надеюсь, вам сегодняшний выпуск понравился. Давайте голосовать, кого мы будем переводить в золотой ранг. Еще раз вам показываю, какие персонажи. Это у нас Пульверизатор. Это у нас Монда Гека. Это у нас Ксевер Монтес. Макман. Джастин Крип. Кейси Джонс. Астрозуб. Саблезуб. Или же, ребята, не забываем, что через 3 ДНК у нас Микеланджело тоже попадает под категорию на повышение, ребята. Но он будет уже повышаться на пятую золотую звезду. И, соответственно, сразу же переводим его в платиновый ранг. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.